Очередное обрушение балкона случилось в доме на улице Предзаводской, что в поселке Строитель. На этот раз серьезно пострадала знакомая хозяйки квартиры, которая согласилась помочь отремонтировать бетонные полы на балконе и соорудить навес. Во время работы плита рухнула вместе с трудолюбивой женщиной. Кстати, за две недели до трагедии из местного ЖЭО пришло предписание к хозяйке квартиры срочно отремонтировать балкон. Естественно, все работы необходимо произвести за счет жильцов и силами самих жильцов. Давать рабочих на вверенный дом, это, видимо, по мнению руководства коммунальной конторы, совершенно излишне. Местные жители утверждают, что такие принципы работы у строительских коммунальщиков выработались уже довольно давно. Например, дворников на здешних улицах люди практически не видят. И там балкон на том дому обваливался, и это обвалился, и крыши из нее текут, как говорится, ломаются. Да, вообще поселок заброшен. Почта, это вообще еле-еле работает. Из Бирбанка отсюда унесли народу много тут, но заброшен поселок. У меня вот сестра жила, когда у своей свекрови в квартире, была такая же ситуация. Она пошла в ЖЭО, и ей предложили за свой счет отремонтировать этот балкон, что, в общем, она и сделала. За свой счет, вон, крышу делаем, предзаводская дина покрыли, а два подъезда не покрыли. А деньги все собрали. Местные жители пытаются обратить внимание городской власти на свои проблемы уже давно. Однако, по мнению старожилов поселка Строитель, жизнь из года в год становится лишь хуже. Запустение повсюду. А в последнее время к бытовым неудобствам прибавилась еще одна проблема – мигранты. Местные жители говорят, что вскоре приезжих станет больше, чем коренных рязанцев. Впрочем, проблемы копились годами. Многие жилые дома в Строителе возведены полстолетия назад, а некоторые и еще раньше. За это время строения пришли к ветхому и даже аварийному состоянию. И никаких мер со стороны городских властей не предпринимается. Получается, что только лишь трагедия, подобная произошедшей, способна призвать чиновников начать заниматься проблемами жителей поселка Строитель.